А вечность? Тут же дурочное одно, отец. Ты же не там ищешь. Вы верите в Бога, что за гробом другая жизнь есть? В это верите? В загробную жизнь? Да. Не знаю, верю во Вселенную, знаю точно, что она есть. Во Вселенную? Один говорит, я в себя верю, другой я во Вселенную, а другой в жену, в детей верит. Ужас какой-то. У каждого в свое верит. Бог сотворил мир, не свое, а общее, так и объединяет. Он сотворил Солнце, Землю, Луну. И надо верить в Бога, как написано в этой Святой Библии, которая знает будущее, предсказывает о смысле жизни, что Иисус умер за нас и воскрес. Вот это главное. Отец, а ты знаешь, что историю переписывали больше ста раз? Да. Ну и что переписывали-то? Ты должен сказать так, что... Как Библию вместе с ней? Вы должны сказать только так. Так, переписывали, когда в мире не было такой точности. Напротив каждой строчки всегда писалось количество букв. Если обнаружено было в двух местах букв и не хватает, весь свиток уничтожался пятилетней давней работы. А то переписывали. Переписывали с точностью до одной запятушки. Все переписывается, потому что книги тогда с свитками были, наворачивались одного, ну, как вот обои продают. Господь говорит, я бодр... А ты знаешь древний славянский язык? А что же не знать-то? Я 57 лет и мы учимся, занимаемся, он не древний, а церковно-славянский называется. Вы, если зайдете на наш YouTube-канал, вы увидите. Больше нашего канала нету в интернете. Мы строим деревни... Синодальная была неправильная, она переведена. О, да вы... Понимаете, вот такие безответственные выступления с таким опломбом. Вот, допустим, на русский язык перевод... Я вопрос задаю. На русский язык вот этот перевод называется Синодальный. 1876 года. Переводили четыре духовные академии. Переводчики, которых сейчас даже в помине нету. Сравнивали, как это звучит по-арабски, по-латински. Проповеди в третьем веке говорили на эти слова. Какой смысл предать им? Иисус Христос говорит, небо и земля исчезнут, но ни одна ее-то черточка не исчезнет из закона. Да. Вот как. А как тут что у тебя? Что? Что здесь на лице? Что получилось-то? Да. Получилось так. Ноготь подстригал. И так встал тут это, в глаз что-то тынут. И задел. И попала инфекция. Инфекция попала. Это уже у меня лет шесть, наверное. А дорогой-то ездили. У нас была миссионерская поездка. У меня 38 томов вышло книг. Я их подарил библиотекам мира. 650 библиотек навестили. А из Барнаула я живу. Дошли до Владивостока на машине, до Лиссабона, Португалии, Скандинавия, Прибалтика. И вот дорогой пришлось закапывать. А там и сам себе. Там и с пылью. И немножко придется поболеть. Ладно, Отец, удачи тебе. Ну давайте, вы зайдите на наш YouTube канал, если желаете. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Ему равных нету в интернете. Не встречались? Мы пришли со Словом Божиим сказать людям, что ожидает их за то, что делается здесь. И о великой Божьей любви, что Иисус умер за грехи людей, и воскрес третий день. Уже 17 лет. 17 или 18 лет? Тусуются. Так что, Отец, нахрен, ну вряд ли ты меня чем-то донесешь. Ну мы приходим в официальную церковь православную. Это же большая разница. Это сектанты, еретики. Отец, Отец, я тебе просто покажу. Нормально? Ну да. Крестик. Я его все время снимаю. Из-за того, что я... Ну понятно. Я снимаю. А зачем вы пьете-то? Вы же в ад попадете. Пьяницы царства Божия не наследуют. Зачем это вам нужно? Мы все смертные. Ну вот, Отец, вот у меня девушка сейчас появилась. Она на шесть лет младше меня. Ну, пока что писька стоит. Ой, 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 ой. Ну ладно тогда. Я же вам ничего нового-то не скажу. Кроме того, что никакой блудник, сквернослов, в царствие Божие не войдет. Только не ругайся. Хорошо, боец. Боец. Да. Ты где живешь, боец? Что? Что? Ты где живешь, боец? Да это вам никакой разницы, это нет где. Главное, с чем мы пришли друг к другу. Как можем быть полезны один другому. Ты где живешь, боец? А чего у вас так мешается картинка-то? Ничего не влезет. Да, остановитесь. Вы когда-нибудь задумывались о том, для чего человек рождается на Земле и чем это все кончится? Чем и кончится. Ну да. Умер и все, или все-таки за гробом есть загробная жизнь? У тебя автомат есть, боец. Вы не понимаете, что я говорю? Я понимаю. В Библии человек не знает, для чего он живет вообще. Библия говорит нам о Спасителе Иисусе Христе, что Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, если мы каемся. Можно тебя спасать? А ты Коран читал, Коран. Коран? Ну давайте посмотрим. А вам что эта книга говорит? Считали ее? Я не помню. Она тоже говорит о Баде, о мужчине. Я вот спрашиваю, вы мусульманин, да? Да. Вы знаете, что самое ценное у мусульман? Я бы хотел вас... А я вам отвечу, я вам отвечу, пятикратный намаз, намаз. Молитесь. У нас он 9 раз совершается, 7 раз днем, утром и вечером, и каждый раз по 100 поклонов. У нас были большие поездки с книгами. У меня 38 томов вышло. Я не верю в это. Ну, ответьте. Человек-то умирает. Надо думать, когда человек умрет, где он будет? В раю или в аду? А я могу, я вот пойду. А Христос умер за грехи людей и дарует жизнь даром. Он воскрес. Главная мысль какая в Библии? Не помню. Верить в Бога. Правильно, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И жертвой Его мы спасаемся. Если искренне каемся. Слава Аллаху. Так вы что, верите по-другому? Слушай, мы вот пришли сюда с великой миссией, чтобы люди знали Слово Божие. Да, и верили, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес третий день. И дарует прощение всем просящим о Него, пришедшим с покаянием. Это все неправда. Не слышно ничего, поближе. У вас это ваша неправда все. У вас что, вопросы какие-то? Да. Давай. Это, которого Иисус как Бога читает, да? Ну, мы говорим о Боге, чтобы люди жили по-божески, примирились со Христом. Без примирения с Богом, со Христом, через Его жертву, спасения-то никому нету. Все остальное выдумка от сатаны, ложь. Вы считаете Иисуса как Бога, да? Как Ютубу? Ютуб – это место связи, как телефон. Вот телефон есть, я могу позвонить. А здесь мы разговариваем с людьми. Рулетка – это самое гнойное, отвратительное место. Но тут можно найти добрых людей. Это Содом и Гамора. Здесь блудят, половина людей от голой лежат, процентов 90 с лишним мусульмане. Сказать слово только перекрестятся, все падают. Самое блудливое, лживое, все сюда собралось. Вы, наверное, верите вот этой книге такой? Есть у вас книга такая? Это храм нашей. Ну вот. А вы его знаете, считали? Да. Вы знаете, считаете. Тогда вы знаете, такое и есть. Пятая сура. Сура – это как глава. 47-й и 66-й аят. А там написано о нас, о христианах, что мы называемся люди Писания. А когда это было сказано в 7 веке, другого Писания не было, только одна Библия. И там написано, что Бог Всевышний дал христианам людям Писание и жил Евангелие. И Всевышний говорит, и вы по нему живите, людей не обманывайте. Вот мы и живем, и не обманываем, как написано в Евангелии. А вы это все читали, да? Я не только читал его. У меня целая книга о нем написана. У меня 38 книг вышло из печати. И одна книга посвящена рассмотрению этой книги в сравнении с Библией. Каждый стих, каждый сура, аят я сравниваю с Библией. Что было сказано. Мне вопросы задают студенты. Я в университете занимался. Да, вы про это тоже считаете? Конечно, считаю. Считаем. Вам это очень повезло. Это принимает ислам. Ну, потому что вот тут заходят, а я мусульманин, а сам матерится. Ну, что, мусульманам позволено материться. Я в два раза старше его, он меня материт сразу. То, что я перекрестился, а он не может этого видеть, падает. Маленькие дети лет 7. А мы мусульмане, Аллах Акбар, а сами матерятся. Я говорю, а если это в Йемене было бы, в Саудовской Аравии, вам бы задали трёпку. Мусульмане люди вежливые. Они старых почитают, люди Аксакалы называются. Да. А вы не снимаете, да? Ну, у нас это всё принято. Вот у нас есть большой в Ютубе канал свой во свете Библии. У нас женщины все одеваются, два платка вот так. Себе? Ну, я не понял. Я говорю, я христианин. Слава Иисусу Христу. Вы чем недовольны-то? Я вашу веру не трогаю. Я вашу веру не трогаю. Волю Божию. А вы спокойно слушайте, что написано в Слове Божьем. Послушаем. Самая радостная в мире весть та, что Иисус Христос был распят и воскрес в третий день. И всем дарует прощение, чтобы начали новую жизнь, родились свыше. И в это надо верить. Пойти в православную церковь. Не в секту какую-то. Церковь – это бизнес. А церковь – это не секта? Как? Повторите. Церковь – это не секта. Церковь – это просто способ управлять людьми и сбор денег. То есть вы не верующий? Я верующий, но я не верю в церковь. Когда патриарх Кирилл приезжает на своих мерседесах, яхтах и с охраной, как в это можно верить? Ладно. Патриарх – то патриарх. Он за себя ответит. Чего вы так всех помешались? Яхта, самолет. У меня ржавый велосипед есть, но у меня есть три голубятня. У него нет. Нет, но я верю в Бога, но я не хожу в церковь. Хорошо. То есть вы не ходите в церковь, значит, вы живете вне церкви, вне заповеди Божьей. Иисус Христос говорит... Нет, потому что церкви больше нет. Так, подожди. Нету Божьего. Чего? Нету больше, 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 больше. Вот парень-то еще не отошел, а обкуренный, наверное. Обкуренный прям, чего попало буровить-то? Спокойно, сиди пока. Нет, почему? Просто я приходил в церковь, меня оттуда выгнали, потому что я пришел со своей свечкой. Ну, без свечки даже придите, ну. Понимаете, человек, который желает спастись, он не будет ничего выдумывать. Если это книга главная, которую Бог оставил, а Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих написано, Господь говорит, я создам церковь. Ну, помолчите, раз не можете пока, потом отрезвитесь, поговорим. Ну, зачем лезть это? Спасибо.